Больница расположена в старом городке. Здесь же находится и поликлиника. В ней недавно сделали ремонт. Полностью обновили фасад, навели порядок во внутренних помещениях. Появился и современный лифт, а на прилегающей территории детская площадка. Глава распорядился оснастить ее специальным резиновым покрытием. Здание основного лечебного корпуса было построено в 96-м году и с тех пор изрядно обветшало. На стенах появились трещины, в коридорах пришел в полную негодность линолеум. Ремонт, который проводился в корпусе ранее, носил стихийный характер. В этом помещении скоро появится новейший компьютерный томограф. Его купили полгода назад, но предыдущее руководство больницы не спешило устанавливать оборудование и почему-то хранило его в гараже. Сейчас ведутся строительные работы по подготовке помещения к установке томографа. Она состоялась из того, что сначала было выполнено усиление при перекрытии, в связи с тем, что он весит в дисплейный тон. Сделана была подготовка. Были обшиты стены, свинцованы панелями и специальными панелями акустическими. Сделаны потолки, поставлены окна новые, установлены рентгенозащитные экраны. Глава отметил, что ситуация с томографом – это пример недобросовестного отношения к своим обязанностям со стороны предыдущего руководства. Томограф планирует запустить работу в начале июля. Иванов также осмотрел реанимационные и операционные блоки. Здесь бросаются в глаза гигантские дыры в стенах, которые появились после ремонта системы вентиляции в 2013 году. Их просто не заделали после завершения монтажа коммуникаций. Больница обслуживает 43 тысячи человек. Однако в летние месяцы эта цифра возрастает до 60-65 тысяч. Медучреждение часто переполнено. У нас на шести койках бывает по 8-9 больных. Это же единственная больница, которая по ДТП. Минское, Мужайское, Шоссе. Извините, что все это просто. Глава района выразил надежду, что при руководстве нового главврача, благодаря его опыту, знаниям и хозяйскому подходу к делу, больница выйдет из кризиса. Мы видим, что в поликлинику и в больницу, в территорию лечебного заведения нужно вкладывать очень серьезные деньги. Сейчас я дам поручение. Мы проверим все те проектные решения, те сметы, которые были подготовлены еще в 2013 году. Актуализируем их совместно с Леонидом Сергеевичем. Добавим те вещи, которые он считает необходимым в этот проект. И будем изыскивать финансовые источники для того, чтобы в ближайшее время приступить к капитальному ремонту нашей больницы номер 3. К масштабной реконструкции планируют приступить со следующего года. Работы будут проходить по сложному графику, чтобы не останавливать работу медучреждения. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинсо.